Приветствую дорогие друзья, с вами C58BASE и в этом видеоролике я поведаю свой взгляд профессионального игрока в Quake на Fortnite и куда мы катимся с такими играми. Издавна, когда были компьютерные клубы, меня закаляли характером соперничества. Писькомеренные скилла были в таких скиллозависимых играх, как Warcraft 3, Starcraft, Quake и CS. Я играл на хорошем уровне во всё, но преуспел больше всего в Quake. В связи с тем, что я освоил разные киберспортивные механики, я очень хорошо вижу в играх, где есть потенциал реализации твоего скилла, а где просто рандомные помои. Так вот, возвращаясь к Fortnite и забегая наперёд, удивительно, друзья, но этот продукт имеет место быть на площадке соревнований. Но он настолько специфично убогий, что я не могу сказать, что это киберспортивная игра, где всё скулькулировано. Давай по порядку. Я поражённый гомер в индустрии игр и хочу сразу проинформировать о следующем. Я не задрачил Fortnite по 10к плюс часов, чтобы до микромоментов выучить и понять её. Я не преследовал идею в этой игре доминировать и научиться играть. Я поиграл часов в 9 в неё, чтобы понять базу и основу игры. И самое главное, что мне дало насквозь лезть и зреть на монотонность механических повторяющихся действий, это игра про игроков. Сейчас за одну минуту я расскажу для тех, кто в танке, видел, но не заходил в игру, о чём этот полуфабрикат. В игре есть сингл, можно со своей бандой зайти и поугарать. Это плюс. Задача нафармить ресурсов киркой, ломается всё в игре и есть несколько видов ресурсов для строительства. Теперь строим замок и отбиваемся от ваива зомби. Идея естественно слизана с кастомных карт Warcraft 3. Вот не знаю ребята как вам, но графика лично мне напоминает World of Warcraft. Только более детская. Даже не няшная, а именно детская. Теперь давай поговорим о мультиплеере. Многогранный батл рояль. Хочешь соло играй, хочешь с квадами или вообще 50 на 50 замесы. Игрокам дают разный контент и это хорошо. Если сравнивать с тем же Апексом, то на данный момент можно пулять только втроём. Игра начинается. То же самое, задача нафармить ресурсов для возведения стен во время перестрелок против уже реальных игроков вместо зомби. Ищешь пушки, банки хп и армора. Боюешь с ребятишками во время сужения кольца. В общем всё дефолтно для батл рояля. А теперь самое главное о Фортнайте. Очень сильно игра зажгла интерес игроков своей новой игровой механикой. Помимо супер популярного среди казуальщины системы батл рояля, форточку внедрили в возведение баррикад. Эта фишка даёт мобильность действиям игрокам. Можно быстро менять позиции, укрываться от атак, забраться на любую высоту. Ты сам себе ландшафт. Несмотря на отсутствие адекватной физики при строительстве, всё равно мозг реагирует так, что тебе в игре можно делать практически всё, что душе угодно. Но, со временем и ростом мастерства игроков, эта прекрасная песочница перевоплощается в вязкое болото. Точно могу сказать, что заходя в игру, будет влом разбираться в ней. Но если ты пересилишь этот момент, потом тебе даже проснётся интерес к ней. А когда ты уже углубился и понял весь процесс игровой, тебе становится так скучно в неё играть. Потому что действия одни и те же, каждую катку. Никогда не задумывались, почему в СНГ эта игра не популярна. Но дело в том, что у нас в крови зайти и прорашить кабину эннами, или напасть шафтом и сжечь. А в фортнайте, даже если ты нормально попадаешь, любой файт для тебя станет очень бесячим. Вот у вас началась дуэлянская с теплом. Жаждешь закуситься с ним? Начинается стройка. Под завалами стен ты пытаешься хоть бы разок пучок из шотгана дать. Хоть бы пострелять чуть-чуть в противника. А тебе это сделать не дают. Несмотря на разновидность пушек, стрельба не ощущается, будто картонная. В основном всё сводится к тому, что ты вплотную строишься с эннами, убираешь или редактируешь стенку. Стенка открывается, ты делаешь тычку шогой и стенку вновь закрываешь. О-ля-ля, обмазываюсь от удовольствия поимить. Игрок в фортнайт обязательно мне скажет. Ты ничего не понимаешь, что дело не в стрельбе, а в тактике. Ну давай расскажи мне этот интуитивно рандомный бред, что творится при стычке двух сильных игроков. Во-первых, в фортнайте у кого позиция сверху, то ты царь. Поэтому мы всё время лицезреем, как один бобёр пытается другого перестроить по высоте. Во-вторых, всё на механических действиях. Ты быстро прожимаешь комбо из кнопок. Тебе необходимо возводить стенки быстрее, чем противник. Открываешь, закрываешь, редактируешь, возводишь выше и тычку шогой. Самое главное, чтобы твоя реакция была быстрее. О каких тут стратегических решениях может идти речь, если вектор действия один и тот же. Ты не можешь продумать наперёд действия секунд на 10-20, как в Квейке. Ты не можешь фейково обыграть соперника, как в КС. Ты не можешь подобрать контр-билд под определённого игрока, как в Старкрафте или Варкрафте. Здесь ты ограничен в своих интуитивно-механических на реакцию всю секунду действиях. Но в то же время, стоит сказать, что рандома в этой игре куда меньше, чем в других батл-роялях. Например, когда у тебя в том же PUBG махач с Борей, а тебя Петя убивает спину. Вот и вся любовь. В Фортнайте, если даже ты на расстоянии попал, это вообще ничего не значит. Энеми возведёт за пару секунд Фортнокс, там отхилится и давай по новой. Давай по новой, Миша, всё хуйня. У проигроков Фортнайт вероятивность мувментов на строительство не так много. Тот, кто эффективнее это делает, тот и выигрывает. Игра от третьего лица неимоверно вводит свои коррективы. За счёт того, что ты стоишь на хайграунде, можно видеть врага снизу. А он тебя при этом видеть не будет. Распространяется игра исключительно с силами самой студии. Вы не найдёте Фортнайт в Steam. Если вдруг решитесь поиграть в игру, чтобы загрузить её на компьютер, вам понадобится скачать дистрибутив с официального сайта, предварительно создав себе учётную запись. Исключение сделано разве что для игровых консолей, владельцем PS4 и Xbox. Итак, подытожим. Когда я решил записать обзор на форточку, мысли у меня были следующие. Просто из зявиши зайду, разберусь в игре, поиграю, наберусь опыта и заряжу обзор. Но игра, как оказалось, имеет множество микромоментов мувмента. Стрельбы, всяческих ништяков на карте. Поначалу идёт отторжение, детская графика, надо разбираться с этими постройками. Но через несколько часов пуляния, она начинает тебе даже нравиться. Fortnite – это затягивающая игра, которая, к слову, имеет отличную оптимизацию. Игра запускается на кирпичах, лагать ничего не будет. А вот киберспортивная сторона медали имеет приличную ржавчину. Самое забавное, друзья, мы с вами можем наблюдать этот абсурд воочию. Не так давно анонсировали серию турниров по Fortnite с общим призовым фондом 30 миллионов долларов. Говоря о финансовом успехе Fortnite, персонажи, за которых вы играете, словно живые и хорошо нарисованы. А геймплей сделан так, что ты видишь персонажа со спины. И из-за этого хочется что-то постоянно менять. А чтобы изменить облик персонажа, ты либо фармишь часами на новый скин, либо закидываешь свои деревянные и приобретаешь игровую валюту. Вот именно против такой модели транзакции лично я ничего не имею против. Камуфляжи, раскраски и тому подобное никак не усиливают персонажа. А люди просто хотят фан. Так что им решать, тратить деньги на эти текстурки или нет. Я все сказал свои мысли о Fortnite. Спасибо за просмотр, друзья. Впереди много видосов. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.